Это банк, точно не помню как называется, российский региональный или банк российские регионы. И поэтому это, собственно, уже полностью цифровой сервис, который не существует практически ни в какой другой форме. У них есть там пара отделений, по-моему, одна в Москве, другая в Питере. Но этот сервис заточен на то, чтобы клиент посещал офис только один раз, чтобы заключить договор, а дальше все происходило через интерфейс смартфона. Подобные проекты это Рокетбанк, это Кнопка, наверняка всем известные. Значит, теперь драматический вывод из всего этого, что банки становятся и стараются быть ближе, веселее, человечнее, быть похожими на еду, быть похожими на магазины, быть похожими на людей, и быть как можно вообще более похожими на что-то, а доверия на самом деле все меньше к банкам. Как здесь уже говорили, в принципе, люди до сих пор в России банков боятся. Конечно, это усугубляется еще политической, макроэкономической ситуацией и так далее, но тем не менее, из этого можно сделать вид, что проблемы существуют. Я тут хотел написать, что же делать, но написал почему. Одна минута, как раз у меня три слайда осталось. Значит, основные выводы. Что то, чего не хватает при растекании банковских брендов уже по многим каналам, разным ручейкам, ориентации на разные целевые аудитории, это целостности. Потому что при всем разнообразии вот этих форм взаимодействия с потребителями и разнообразии самих потребителей, на которых теперь нужно делать отдельные фокусы в разных потребительских группах, необходимо все сохранять что-то целое и единое, что отличает этот бренд от всего остального. Как частный случай, можем вспомнить желтый цвет Райфайзена, которому просто повезло, что больше никто с такой силой его не эксплуатировал. И в то же время, парадокс, при развитии банковских брендов необходимо больше гибкости. То есть, современные системы идентификации банковских брендов должны обеспечивать при всей своей целостности необходимое разнообразие форм воплощения этой идентичности, и включая те, которые даже пока сейчас неизвестны. Если три года назад, ну ладно, три, наверное, уже можно было, но если пять лет назад кто-нибудь рассказал, насколько вот сейчас разовьются мобильные приложения, мобильные интерфейсы, в это трудно было бы поверить. Это значит, что через следующие даже не пять, а три года возникнут еще такие формы взаимодействия банков с клиентами, которые мы сейчас даже не знаем. Но если мы сейчас работаем над развитием системы идентификации бренда банков, нужно учитывать, что она должна потом будет включать еще и эти неизвестные нам элементы. Вот, и сейчас немножко милый жесткий слайд про разработку нашего агентства, но он, на самом деле, подходит здесь по теме и по логике. Что брендбук, то, что мы все называем брендбуком, который этимологически, это как бы книга, все меньше становится похож на книгу и все больше похож на сервис. То есть, на самом деле, брендинг это уже как бы не проект, а постоянный процесс, и, соответственно, его брендбук, как инструмент этого процесса, должен представлять собой сервис в широком смысле. Не в смысле, что клиентский сервис, а в смысле, что этот сервис, в общем, облачный, интернет и технологичный сервис. Наш ответ, нашу агентство на этот вызов, это создание облачной платформы брендсерва, которая полностью заключает необходимость существования бумажного брендбука. И даже один банк, но не скажу какой, потому что это секрет, для одного из банков мы реализовали проект на этой платформе. Собственно, и хочется в заключении пожелать, целостности, гибкости и сервиса, как в развитии брендов, так и, в принципе, в развитии отношений банков к потребителям. Спасибо. Коллеги, да, на самом деле, во-первых, я как не очень хороший модератор, почему-то не спрашиваю вас, есть ли у вас вопросы.